МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Из пункта А в пункт Б в правительстве обсудили изменения в пассажирских перевозках. Уборочная страда. Какие районы Республики вышли на передовую? Хватит всем! Чебоксарские дешкалята приготовили 45-метровый бутерброд. Два ЧП случились в минувшие выходные по недосмотру взрослых. 13-летний мальчик получил травмы на железнодорожной станции Вурнары. Около 22 часов 30 минут на железнодорожной станции Вурнары Горьковской железной дороги 13-летний мальчик залез на крышу вагоногрузового поезда. В результате чего он получил обширные ожоги и был госпитализирован в больницу. В настоящее время проводится проверка, сообщается на сайте Приволжского следственного управления на транспорте. И еще одно происшествие уже на воде. В минувшие входные в Алатарском районе у села Междуречи утонула 14-летняя девочка. Несовершеннолетние вместе со своими знакомыми молодыми людьми в возрасте 14 и 24 лет пошли на суру, протекающие рядом с указанным населенным пунктом. При этом никто из них не умел плавать. Во время купания на мелководье из-за резкого перепада дна реки 14-летняя девочка ушла под воду и пропала. Ее тело было обнаружено на поверхности воды 30 июля. Ликвидацию последствий ДТП в Цивильске обсудили на совещании главы Чувашии с правительством республики. Напомним, 27 июля днем на кольце в Цивильске опрокинулась фура с соляной кислотой. Автоцистерна перевозила опасное вещество из Новочебоксарского химпрома в Самару. Движение на федеральной трассе М7 было остановлено, образовалась пробка. Водителям предложили объехать вместо ДТП по Марпасадскому повороту или по трассе Вятка. На место аварии прибыли все специальные службы. Однако сразу поднять цистерну с опасной жидкостью не удалось. Тягач цистерны 1738 поставили на колеса, потому что было затруднение, не было поблизости крана больше грузового. Отсутствие у наших крупных дорожников, которые обслуживают особенно федеральные трассы, больше кранов грузоподъемностью 50 и более тонн. Поэтому пришлось искать от строителей и все прочее предложение такое, чтобы вот те организации, которые обслуживают федеральные магистрали, ну и республиканские, чтобы если у себя нет такого крана, то заключать договора со строительными организациями, чтобы можно было в круглосуточном режиме их применять. Цистерну отбуксировали на бывший аэродром в Цивильске. Движение на трассе было восстановлено. Параллельно начались работы по ликвидации последствий аварии. В общей сложности с Химпром было вывезено более трех тонн кальцинированной соды и администрация Цивильского района организовала подвоз еще 60 тонн песка для ликвидации последствий. Субботу и воскресенье организовали всю работу по перекачке из цистерны, по перевозке, обработке самой цистерны территории и вывоз грунта с территории города Цивильска. В итоге вывезли 19,9 тонны. В Цивильске были эвакуированы 34 человека – жители близлежащего дома по улице Павлова. Часть из них разместилась у родственников, часть – во временном пункте. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха. 27 июля концентрация паров соляной кислоты рядом с жилым домом превышала норму в три раза. На следующий день паров соляной кислоты не обнаружили. Режим чрезвычайной ситуации был снят уже 29 июля. Чуваш Автотранс прекратил перевозить пассажиров. По итогам конкурсных процедур все маршруты перешли частным компаниям. Напомню, в республике их порядка 600. Об изменениях в пассажирских перевозках сегодня говорили на еженедельном совещании в Доме правительства. Еще полгода назад арбитражный суд республики ввел на предприятие процедуру банкротства наблюдения. С 5 июля Чуваш Автотранс прекратил перевозить пассажиров по муниципальным, а с 18 июля по межмуниципальным маршрутам. Министерством транспорта проведены конкурсные процедуры и сроком до 180 дней определены 32 пока временных перевозчика по 121 межмуниципальному маршруту. Конкуренция серьезная, большая и друг другу предприниматели не дают расслабиться. И по большому счету конкуренция по многим маршрутам очень серьезная. И в связи с этим я вижу, что качество перевозок благодаря развитию конкуренции будет на должном уровне. В целом, по словам министра, пассажиры серьезных изменений не почувствовали. Кроме того, что проезд на некоторых маршрутах стал дороже по коммерческим расценкам. Перевозки осуществляются в полном объеме, по привычному расписанию. На некоторых маршрутах работает резервный транспорт. Кроме этого, в рейс выходят и 78 автобусов, которые Чуваш Автотранс сдал в аренду. Эти автобусы в основном курсируют по пригородам и садовым маршрутам. Здесь ключевыми являются вопросы безопасности. Поэтому те перевозчики, которые начинают использовать машины, которые уже на грани списания, соответственно, их надо пресекать. Они, понятно, хотят прибыль заработать. У них главная цель – это. У них не защита пассажиров, не защита интересов государства. У них главная цель – получение прибыли. Наша задача – это вопросы безопасности, обслуживание пассажиров, соответственно, качественно, на должном уровне. Кроме этого, Минтрансу Чуваши нужно решить вопрос с проездными билетами. Чуваш Транс фактически по городу Чебоксара, к примеру, осуществлял перевозки до 20 июля. То есть 10 дней у нас с вами выпадает. С ЕТК проработан механизм возврата денег, неиспользованных пассажирами. До 1 августа мы проанализируем, какое количество поездок использовали наши пассажиры. Более того, часть вновь пришедших с 30 августа перевозчиков у нас взяла функцию работы по этим бесплатным, по работе по этим проездным билетам, большинство перевозчиков в городе Чебоксара взяли на себя такую функцию. И остаток денежных средств будет в первой половине августа гражданам возвращен. По всем возникающим вопросам жителям республики предлагают обращаться в Минстрой. В ведомстве работает горячая линия. 62-48-65. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Исполнение указов президента страны обсудили на заседании рабочей группы в Доме правительства. Заработная плата медработников Чувашии повышается согласно разработанной дорожной карте. Средняя оплата труда врачей 48,5 тысяч рублей. Среднего медперсонала 24,5 и младшего чуть более 24 тысяч рублей. В 2012 году с начала реализации указа заработная плата врачей увеличилась на 2,05 раза. Средний медицинский персонал в 1,8 раза. Младший медицинский персонал в 3,7 раза. Рост заработной платы в 2018 году. Последний с 2017 годом он состоит по врачам 32,1%. По среднему 2,4%. И по младшему медперсоналу 59,9% соответственно. Не надо забывать, что на итоговую сумму влияют стаж работы и другие показатели, из которых формируются базовые компенсационные части, подчеркнул министр здравоохранения. Кроме того, в последние годы в Чувашии выросла и продолжительность жизни. В этом году она достигла исторического максимума 72,73%. И в целом за последние годы этот показатель увеличился более чем на три года. Уже 99 человек в республике перешагнули 100-летний рубеж. Уборочная кампания, стартовавшая в районах республики, стала главной темой выездного заседания правительственной комиссии по вопросам АПК Минсельхоза Чувашии. Оно прошло в Алатарском районе. Уборка зимых в Алатарском районе не останавливается ни на минуту. Комбайны работают на полную мощность. Горчицы, горох, сои, рапс и гречиха в предприятии холдинг КПИАЙ АГРА делают упор именно на технические культуры. Их производство рентабельно. Наш климат позволяет получить хороший урожай. К тому же эти растения улучшают структуру почвы. В целом посевная площадь составляет 9 тысяч гектаров, из которых 7 мировые культуры и 1200 озимые. Мы сейчас находимся на поле озимого рапса. Культура озимая, техническая. Помимо озимой пшеницы, занялись ей в 2015 году, уже 2004 год. Очень интересно в плане маржинальности. Урожайность от 15 до 30 центнеров озимого рапса. Очень хороший биржевой товар, нет проблем. Со сбытом, с продажей продукции. К уборке нового урожая приступили все районы республики. В общей сложности скошено 13 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 32 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность зерновых составляет более 28 центнеров с гектара. Да, сегодня немного нам жара портит. Наши, скажем так, планы. Как раз идет формирование урожая картофеля, корнеплодов и так далее. И те растения, которые поглощают воду в основном в июле, в августе, они, конечно, немного пострадают. В целом мы должны убрать, как мы же не раз отмечали, 285 тысяч тонн зерновых, 143 тысячи кормовых, 23 тысячи технических культур и около 8 тысяч картофеля. В принципе, по прогнозам синоптиков, погода будет складываться для уборки именно зерновых. Благополучная. Я думаю, мы обязательно все, что есть, уберем. Думаю, что где-то 20 центнеров с гектара, в целом, палаторского, может даже побольше. Надеемся, что зимы культуры возьмут сельскохозяйственные предприятия. В этом году планный показатель, как бы нам ввести в оборот. В прошлом году мы ввели оборот 2400 гектар, 1680 гектар. На сегодняшний день уже 1330 гектар. Но думаю, что планный показатель мы выполним. По предварительным прогнозам, в этом году в республике будет заготовлено около 600 тысяч тонн зерна. Это чуть-чуть меньше, чем в прошлом. Но такая тенденция общая по стране урожайно снизилась на 7 центнеров с гектара. Вовремя завершить уборку зерновых и заготовку кормов, а также подготовиться к севу озимых. И именно такая задача была поставлена перед аграриями по итогам заседания. Рифат Фатколин, Олеся Русакова, Валерий Резюков, Республика. 20 жилых домов отремонтировали по программе капремонта в Чебоксарах. Это шестая часть от годового плана. Сейчас в работе 81 многоквартирный дом. Строители ремонтируют кровлю и фасады меняют инженерные системы. На остальных выбирают подрядчика. Всего в этом году в списке 134 жилых дома. На их обновление выделено более 570 миллионов рублей. Уже сейчас формируется адресный перечень на будущий год. Общее количество 42 дома на сумму 71,5 миллионов рублей. И 20 многоквартирных домов для выполнения работ по замене лифтов на общую сумму 223 миллиона рублей. Мы свои изменения внесем до 1 сентября с постановлением главы администрации города. И обратимся в Министерство строительства Чувашской Республики для внесения изменений в республиканскую программу. Собираемость взносов за капремонт – один из критериев для участия в программе. Она должна быть не менее 90%. Поэтому показатели у Чебоксары находятся на третьем месте в республике. Динамика видна положительно, но тем не менее мы занимали в рейтинге республики второе место сегодня, третье. Так можно и дальше скатиться. Тут какие управляющие компании не дорабатывают, отстают и в чем проблема? Со всеми управляющими компаниями на еженедельной планерке мы рассматриваем данный вопрос. Мы просим, чтобы они подключились и объясняли людям, что от этого зависит срок проведения капитального ремонта самого. Глава столичной администрации подчеркнул, собираемость взносов необходимо повышать. Я прошу информацию еще раз проанализировать. Во-первых, представить мне худшие дома, худшие управляющие компании и провести с ними необходимые мероприятия. Пригласить еще раз директоров управляющих компаний, разобраться, почему такая низкая платежная дисциплина. Знать в лицо должников. Дары по осени считают. В конце августа стартует традиционный месячник по реализации сельхозпродукции. В Чубаксарах началась подготовка торговых площадок. Ярмарка на Николаево, Северная и рынок Шупашкар. Три основные площадки, где можно будет купить овощи прямо с грязки. Другие места – это торговые навесы, палатки и точки на рынках. Площадки перед крупными магазинами и во дворах. На основных площадках будет организована также концертная программа. Бесплатная доставка сельхозпродукции ветеранам. Будет отработан вопрос беспрепятственного доступа на место реализации сельхозпродукции. Также будет организовано дежурство сотрудников администрации города для сбора данных. Предполагаемый ассортимент реализуемой продукции будет картофель, морковь, свекла, лук, капуста, огурцы, помидоры, саженцы, мед, консервированная продукция и прочее. Обеспечить горожан качественными продуктами по доступным ценам – цель ежегодных ярмарок. В этом году дары осени стартуют раньше обычного – уже в августе. Мы должны составить конкуренцию федеральным сеткам, должны предоставить возможность жителям приобретать товар по цене низшей, чем в тех магазинах, которые представлены сегодня в городе. Еще одна перемена – все торговые площадки и навесы планируют оформить в едином стиле. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Каждую четвертую субботу июля в России свой профессиональный праздник отмечают работники торговли. Потребительский рынок специалисты называют одним из самых устойчивых. Каждый из нас регулярно ходит в магазин за продуктами, одеждой и другими товарами. Около 13% всех налогов, которые поступают в бюджет, обеспечивает именно торговля. Сегодня в этой сфере работают более 90 тысяч человек только на территории Чувашской Республики. Это огромная армия работников, которые в круглосуточном режиме оказывают свои услуги, обеспечивают качественными товарами, качественными продуктами питаниями потребителей. Вот за это я вас хочу поздравить и выразить вам слова благодарности. В этом году ко дню работника торговли в Республике провели фестиваль кулинарного искусства «Гостеприимная Чувашия». Повара, кондитеры, официанты соревновались в профессиональном мастерстве. Мастер-класс по приготовлению блинов для всех желающих провели воспитанники детских садов Чебоксар. Самый длинный сладкий бутерброд приготовили до шкалята в рамках фестиваля «Гостеприимная Чувашия». Так решили отметить день работника торговли. Пробовали кулинарный рекорд Ольга Пырочкина и Андрей Шоклев. Когда мы ехали снимать самый длинный бутерброд, представляли себе десятки метров колбасы. Оказалось, что готовить решили сладкий бутерброд с джемом и ягодами. Этот бутерброд как раз правильный, рассказали специалисты. Готовить что-то с колбасой на большое количество человек, а тем более детей в жару небезопасно. Видите, температура какая у нас теплая, ягоды не перемытые, как говорится, мужа за здоровье. А вы любите сладкие бутерброды или вам больше с колбасой нравится? Сладкие. Сладкие, так. Скажите, какой это у вас джем? Что у вас за ягодки там раскладываются? Кузничный джем, малиновый джем, желтые ягодки и малина. Впрочем, оказалось, даже при поедании такого безопасного бутерброда нужна осторожность. А давайте попробуем. Можно одну? Спасибо. Осторожно, вишня с косточками. Бутерброд, вам какой больше нравится, желтый или красненький? Красный. Почему? Потому что вот из ягод я больше всего, вот из ягод вот эти люблю больше всего. Акцию назвали родом из детства, ведь только в середине 90-х в магазинах появились сладости на любой вкус. Была булка, допустим, или батон, и варенье. Вот мазали мы и кушали с чаем. Ты что тут делаешь? Чай пил? В итоге бутерброд получился 45 метров в длину и 105 по периметру. Мы посчитали, что в каждом таком вот длинном ряду примерно 47 бутербродов. Умножаем на 4, потому что даже на 5, в каждом ряду по 5 бутербродов. И если посчитать все стороны, то примерно получается, что здесь вот примерно 800 вот таких вот отдельных маленьких бутербродиков. Если считать, что каждый ребенок съест, ну максимум по 2 бутерброда, получается, что чтобы съесть все это нужно 400 детей. И это новый, хоть и неофициальный рекорд России. До этого самым длинным бутербродом считался бутерброд с беконом, который приготовили в 2016 году в Московской области. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Выставка картин международного арт-проекта открылась в столице Чувашии. Увидеть творение ангелов мира можно в Центре современного искусства Чувашского государственного художественного музея. Великобритания, Македония, Сингапур, Россия. Более 65 ангелов-хранителей художников разных стран мира представлено на выставке. Арт-проект существует уже 4 года и за это время в его экспозицию попали работы более 200 мастеров. Выставка разбита на 4 части, то есть часть выставляется у нас в Фраге, часть вот приехала к вам, и часть выставляется в Минусинске и в Шушенске, в Краснодарском крае. Нету больших площадок, чтобы все картины собрать, и в принципе нам так удобнее, когда мы по небольшому количеству картин привозим в город, показываем, потому что мы потом можем привести новые, 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 новые работы. На выставке можно было не только полюбоваться творениями авторов, но и приложить свою руку к искусству. Прямо здесь любой желающий мог взять кисти и нарисовать перо на крыльях ангела. Кстати, здесь наравне с работами профессиональных художников выставлены и ангелы любителей. Знаете, я давно, давно такого откровения в искусстве не видал, не наблюдал, и сегодня я просто счастлив видеть какие-то, не просто творческие, какие-то вот эти самые откровения творческие, так сказать, профессиональные, что ли, вот в виде почерка, манеры, стиля, может быть, какого-то, к которому мы привыкли. Но здесь совершенно необъяснимое и что-то новое для понимания искусства вообще. Маленький ангел с чувашским букварем. В проекте есть и работа, имеющая отношение к нашей республике. Под присмотром ангела написал художник из города Сочи Александр Атришко. Стоит ребенок с чувашским букварем, шарик, как отлицающий солнышко, и вот в окружении как раз ангела здесь, и шоколадка в руках, что у каждого ребенка должно быть знание, должно быть сладкая какая-то маленькая жизнь. И ангел-хранители, которые его окружают и охраняют. Выставка необычных картин, так ее называют сами организаторы. Кстати, здесь есть полотно, которое сильно отличается от остальных. Это музыкальная работа «Хранитель». Ее автор Евгения Терехина – музыкант. Она написала не только саму картину, но и музыку к ней. Юлия Важенина, Алена Алексеева, Валера Резюков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова